Ты мне доброе утро, как сегодня пожелал? Дуреха твоя, Сонька, она мне сразу не понравилась. Раньше все было по-другому, и цветы были, и сердечки. Пойду под балконом сиренады петь. Соня, извини, но ты дура. Привет, жена, как дела? Тебе интересно, как у меня дела? Неожиданно. Что случилось? А сам вот ты не догадываешься? Ну, Соня, я тебе уже говорил, я мысли читать не умею, так что говори. Ты мне доброе утро, как сегодня пожелал? Ты спала, когда я уходил, вот я тебе и написал. Написал, смайлика даже не добавил, сердечко. И вообще за день только раз позвонил. Да я просто занят был. Соня, да всех сердечек мира не хватит, чтобы описать мою любовь, Соня. А сейчас уже поздно для твоей романтики. Эмоциональное вхождение в роль мужа и жены – это стресс для системы, которая называется «семья». Нужно понимать, что этот стресс есть для молодой семьи. И нужно уметь с ним совладать. Обычно такой стресс как раз-таки длится где-то от двух недель до трех месяцев. Соня и Петя вместе уже целый год. Их отношения развивались очень быстро. Но это совершенно точно была любовь. Самая настоящая. И вот три месяца назад они поженились. Сначала Петя соответствовал всем стандартам девушки. Был внимателен, дарил подарки, делал романтичные сюрпризы. Но после свадьбы что-то пошло не так. Его внимание почти сошло на нет. Романтика кончилась. А вместе с ней и любовь, решила Соня. Соня, ну я люблю тебя, очень сильно люблю. Хорошо, если тебе нужны эти сердечки, я буду отправлять их по сто штук ежедневно. Хочешь? А сейчас получается, что я сама напросилась. Это не твоя идея. Ну хорошо, я придумаю что-нибудь другое. Что? Пойду под балконом сиренады петь. Ой, дурак. Зато твой дурак. Так, жена, что у нас на ужин? Ой, я так переживала, что совсем забыла приготовиться. Ну ты как всегда. Ну тогда снова пицца. Не без помидоров. Я помню, помню. Соня не очень уверенный в себе человек. И поэтому ей всегда необходимо подтверждение со стороны, что она любима, что она нужна и важна человеку. И в основном из-за этого все ее претензии и возникают. Недостаток внимания к своей персоне Соня списывала на занятость Пети на работе. Но сегодня особенная дата. Три месяца со дня свадьбы. Соня уже представила, какой огромный букет подарит ей Петя. И почти наверняка ее ждет что-нибудь еще. Желательно из ювелирного магазина. Привет. Воу. А почему ты такая красивая? Я всегда красивая. Да, но сегодня как-то особенно. Только не говори, что ты забыл. Про что? Подожди, какое сегодня число? Три месяца со дня нашей свадьбы. И все? А тебе мало? Ну, дата не очень значима. Это ж не год, Соня. Да какая разница? Для меня и три месяца это знаковая дата. Тебе вообще ничего не важно. Муж еще называется. Даже, даже кольца не носишь. Ну, прости, Соня, прости. А я-то думала, ты с букетом придешь. Мы в ресторан пойдем. А ты ничего для меня не делаешь. В смысле ничего, Соня? Вообще-то я ради тебя на все готов. Вон у Соньки парень. Ей все время цветы дарит. И у нее полный шкаф шоколадок. А ты мне в последний раз когда что-нибудь дарил? Тебе сходи за букетом. Да не надо мне уже ничего. Я понял. Хорошо. Буду дарить тебе шоколадки и букеты каждый день. Нам же больше не на что деньги тратить. Правда? В нашей героине есть стремление жить лучше. Это нормальная потребность здорового человека. Создавать вокруг себя лучшие условия. И находиться в них. В то же время методы, которые она избирает, весьма деструктивны. Откуда это растет, в сложном понятии. Ты меня не слушаешь. Почему инициатива всегда исходит от меня? Вообще-то замуж выйти я тебе предложил. Хоть что-то ты смог сделать. Что ты хочешь, чтобы я сделал? Мне надо, чтобы ты сам понял. Ты вообще никак не проявляешь свою любовь. Еще говоришь, что готов на все, но даже цветочка мне со дня свадьбы не подарил. То есть моих слов, что я люблю, тебе недостаточно? Это же просто слова. Не для меня. Я тебе уже говорил, что я такого никогда никому не испытывал. Я тебя люблю и говорю тебе это каждый день. Но мне этого мало. Все, ты хочешь, чтобы я тебе каждый день подношения всякие носил? В этом проявление любви, а? А ты хоть помнишь, как я в 20-ти градусный мороз ждал тебя на свидании, на улице стоял и ждал? В том-то все и дело. Теперь ты этого не делаешь. Перестал делать, как только мы поженились. Ты вообще ничего не делаешь. Ты только говоришь, я люблю тебя, я люблю тебя. Да я это первому встречному сказать могу. Важны не слова, а поступки. Петя, ты как всегда сейчас купишь этот чертов букет, а на следующий день у нас все в порядке. Не прокатит в этот раз. А у нас всегда не все в порядке. Потому что тебе всегда мало. Говорю, что люблю тебя недостаточно эмоционально. Предложил выйти замуж, момент не тот. Надо было найти и получше. Доброе утро, пожалуйста. Не добавил сердечка. Раньше все было по-другому. И цветы были, и сердечки. Слушай, я свою любовь тебе уже доказал. Женился на тебе. Что тебе еще надо? Ты прав. Больше мне от тебя ничего не надо. Что ты делаешь? Еду к маме. Зачем? Надо. Соня, распокойся. Не трогай меня. Соня, так как все еще по психологическому своему состоянию все еще ребенок, она всегда будет искать поддержки у мамы. И поэтому она едет к маме. И вторая часть этого же, этой же причины, это манипуляция. Я ухожу, а ты за мной давай, если ты меня любишь, догоняй меня и возвращай. Алло, Петруша. Привет. Встретишь, тетя Раю? Я тебя здесь гостинцы везу. Привет, тетя Рай. А ты уже приехала? Вот, подъезжаю. Все, понял. Конечно, встречу. Не волнуйся. Раиса Петровна, любимая тетушка Пети, женщина простая и душевная. Когда обожаемый племянник женился, женщина несколько удивилась. И даже была разочарована. Зачем так спешить? Мог бы и получше кого-нибудь подыскать. Но как женщина мудрая, в конце концов, с выбором племянника смирилась. Привет, дорогой. Привет. Как дорога? Ой, водитель-то гнал, думала, колеса потваливаются. Ясно. А вы вообще к нам надолго? У дочки свадьба. Закупиться надо. Да я на пару дней всего не боюсь, не буду стеснять молодых. Ну, Соня уехала к маме. Случилось что? Ну так, поругались немного. Ой, дело молодое, помиритесь. Ну или нет. И вообще, дуреха твоя, Сонька, она мне сразу не понравилась. Глаза у нее недобрые. Тетя Рай, ну не надо. А я что? Я ж ничего. Ну, пойдем уже твои хоромы погляжу. Только сумки забери. А, иди. Раз уж создаем семью, то внутри этой семьи нужно открывать свой ротовой аппарат и разговаривать друг с другом. Это единственный приемлемый путь для решения. Если не получается, приглашается третий. Этим третьим не должны быть подружки, не должны быть родственники. Если там нет максимального принятия такого безусловного со стороны этих родственников. Да, квартирка, конечно, у тебя хорошая. Спасибо. Жалко только. Что жалко? Жалко. Денег потраченных на вашу свадьбу жалко. Говорила же, не спешись, не идти в ЗАГС. Так то ж тетю Раю слушай. Да все нормально будет. Конечно, все будет хорошо. У нас в поселке как раз Людка развелась. Всего на пять лет за тебя старше. Зато какая женщина. Черт, Рай, да что за ерунда? Какая Людка, не нужна она мне. Соня вернется, просто надо подождать. Угу. Сонька блудница твоя, самая настоящая. Кстати, я про новую корову рассказывала. Прошлая сдохла от заразы непонятной. Над именем долго не пришлось думать. Я ее Сонькой назвала. Корову-то хоть хорошая? Угу. Прям как Сонька твоя. Пару раз пыталась сбежать. Обрекается на дойке. Еще будет так и репениться на колбасу пущу. А тебе, если что, мясо привезти? Нет, спасибо, не надо. Когда люди разъезжаются, проблема-то не решается. Проблемы остаются все равно. Да, они немножко соскучатся. Да, они немножко по-другому посмотрят друг на друга. Но на самом деле проблема, которая есть, она так и законсервируется. В данном случае необходимо проблемы решать и не бежать от них. Мама Сони, Ирина Леонидовна, ко всем жизненным неурядицам относятся легко и со здоровым чувством юмора. Ибо именно так и должна поступать настоящая мудрая женщина. Когда Соня объявила, что выходит замуж, сначала удивилась скоротечности. А потом поняла, девочка выросла и имеет право на собственную жизнь. И отпустила птичку в самостоятельный полет. Привет. Ты с вещами? Да. Что-то случилось? Да. Ну, успокойся. Расскажи, что произошло. Он меня больше не любит. Кто? Петька! Да Петя твой души в себе не чает. Я же вижу, как он на тебя все время смотрит. Иначе бы не выдала тебя замуж. Нет, не любит. Ты даже не представляешь, что он сделал. Он обидел тебя? Да. Так, расскажи-ка все по-человечески. Он забыл про нашу годовщину. Какую годовщину? Три месяца со дня свадьбы. Соня, дуреха, я уже напридумывала себе. Я от него ушла. Она всегда? Пока не решила. На сегодня точно. Она обижается и капризничает. Да, разумеется, это более инфантильная позиция. Он более уравновешенный, да? Это более взрослая позиция. Он считает, что им нужно. Девочка фактически демонстрирует ответ на вопрос. Я хочу, я хочу, я хочу. Так делают дети. Взрослые люди знают, что им нужно и уважают автономность и, господи, границы друг с другом. Забыл. С кем не бывает? Тем более дата не особо важная. Ты не понимаешь. Он мне не дарит цветы. А ты помнишь, что ты аллергик? Но это же знак внимания, его любви. От него же вообще ничего не дождешься. Так это же мужик. Комплимент раз в год. И цветы на 8 марта их предел. Но я так не хочу. Вон, у всех в соцсетях букеты красивые. А мне даже выложить нечего. Бедная моя, ты бедная. Какое отношение соцсети, букеты, шоколадки имеют к любви? Самое непосредственное. Ладно. Тебе надо остыть. Мам, можно я у тебя пока поживу? Пока он не поймет, что не прав. Конечно же, Виня. У нее есть убеждение в том, что жить надо так. Что нужно демонстрировать успех. Что нужно верить в то, что показывают соцсети. На маминой планете этого нет. Поэтому возникает недопонимание между поколениями и между людьми. Прошла неделя. А Петр так и не объявился. Соня уже сделала все, что могла, чтобы привлечь его внимание на удаленке. И истории в соцсетях выкладывала. И фотографии обновляла. А он их не только не лайкнул, но даже не посмотрел. С каждым днем Соня все больше сомневалась в любви Пети. Наконец у нее созрел гениальный план. Не то бока торчат, пальцы какие-то некрасивые. Вот это ничего. Тоже что-то не то. А напомню, зачем это дело? Ну, чтобы мой непутевый муж увидел, пустил сленки и прибежал с большим букетом забирать меня домой. Так ты готова помириться? Думаю, что да. Так напиши ему. Самой сделать первый шаг? Ты что? В мое время приглашали на свидание. Кого хочешь. А теперь они мужу написать не могут. Девушки не пишут первыми. Кто тебе сказал? Гордость. Я же покажу себя доступной и навязчивой. Ты помнишь, что вы женаты? Он уже знает, насколько ты доступная и навязчивая. И все еще с тобой. Не буду я ему писать первой. Что-то я упустила в твоем воспитании. Мама! Так. Продолжаем. Покосить ее. Ага, вот здесь подбородок повыше. Эмоциональная незрелость Сони толкает ее к тому, чтобы действовать такими же детскими способами. Привлечь внимание Пети, вызвать его ревность, чтобы он начал переживать так же, как она. В данном случае это вызовет только обратную реакцию. То есть, да, Петя будет переживать, но при этом проблема не решится. И даже если они сойдутся вместе и начнут дальше жить. Ух, еле дотащила. Так, а чего ты не сказала? Я бы помог. Да я и сама могу. А ты что сидишь голову повесит? Соня не звонит. И сколько ее уже нету? Неделю. Знаешь что, Петруша, ты ей первый не пиши. За таким хлопцем девчонки сами должны бегать. Тогда она точно не напишет первый. У нее какой-то бзик. Она не делает первых шагов. Ммм, столько вокруг девушек хороших. Одна с придурью была, ее-то ты и выбрал. Повезло ж тебе, племяш. Нет, все-таки я должен позвонить ей первый. Хотя, с другой стороны, это она начала этот скандал. Не знаю, что делать. Да ты не расстраивайся, разводят сейчас быстро. Делать вам пока нечего. Детей у вас тоже нет. Так что у меня знакомая в вашем ЗАГСе работает. Все может быстро устроить. Людям порой очень сложно сделать первый шаг, потому что они ставят личную обиду и личные претензии гораздо важнее, чем те отношения, которые у них есть. И в данном случае происходит то, что моя обида и злость, она важнее, чем то, что мы вместе пытаемся строить. Методы привлечения внимания мужа на удаленке не сработали. Петя так и не звонил. Сидеть без дела Соня больше не могла. Вскоре созрел еще один план. Она совершенно случайно встретит Петра на улице. Привет. Как дела? Все хорошо у тебя. Да тоже нормально. Ты как тетя Рай про тебя спрашивала? А, точно. Она же в гости приехала. Ну да, у нее дочки свадьба. Она приехала за закупками. Уже весь коридорами заставила. Думаю, она не сильно расстроилась моему отсутствию. Помню, как мы перед свадьбой у нее были, и она прямо на моих глазах сватала тебя с какой-то непонятной девицей. Она была бы рада тебя видеть. Ты когда вернешься домой? Даже не знаю. Я пока не готова. Ну, уговаривать не буду. Сама шла, сама и вернешься. Конечно. Я же все должна делать сама, как всегда. В народе говорят, вот там любовь прошла, не любовь прошла, эмоций стало меньше. А если мы любим получать эмоции, в какой-то момент там становится совершенно без разницы. Это эмоции негативно окрашенные, позитивно окрашенные, неважно. Лайк, дизлайк, главное, чтобы был просмотр. Мы ее получили, значит, мы получили внимание, значит, о нас думают. Прояви в меня какую-нибудь эмоцию, тогда и ты прояви. Окей, хорошо. И получается вот такая игра. Я тебе не позвонил, а потому что я и не знал, что тебе сказать. Мог бы просто извиниться. За что? Ты придумала проблему, а мне извиняться? Если бы ты приехал к маме и попросил бы меня вернуться, я бы уже была бы дома. Я понял. Мне надо было вот с такиенным букетом цветов прийти, ссать на колени и вымаливать твое прощение, так? А почему бы и нет? Где ты такое видела? В своих дурацких романтических комедиях? Люди готовы на все ради любви, а тебе почему-то сложно. Ты живешь в каком-то розовом мире. Видишь вокруг розовые лепестки, может, музыку волшебную слышишь. В том-то все и дело. Жизнь – это не кино. А то я не знаю. С тобой если кино, то только ужастик. Послушай, Соня, я тебя люблю. Честно. Но потакать твоим бредовым желанием я не буду. Когда придет время, возвращайся. Я буду ждать тебя дома. У нашей героини нет другого сценария просто за отсутствием жизненного опыта. И свой жизненный опыт она черпает фактически, вот как, да, как действительно, как киношный сценарий. И называется это одно из когнитивных фильтров или когнитивных искажений, проще говоря, мыслительных некоторых ошибок. Который называется вот «Клиповое мышление». Ну все, Петруша, можем ехать. Точно все купили, тетя Рай? Ну, если что, еще раз приеду. Мне у тебя понравилось. Ну, тогда жду в гости. А посоньке не переживай. Я же знаю, что она тебя любит. Ну, даже не знаю. В последнее время даже не говорим нормально. Все время ссоры. Ну, такого парня потерять нужно же совсем без мозгов. Вернется. Надеюсь. Ну, если что, приезжай ко мне в поселок. Так, банька, шашлычки. И Людка разведает. Ну, как от такого отказаться? Так, ну, до электрички 30 минут. Все, пора. Пора. Тетя скорее подтолкнула его к тому решению, которое в данной ситуации самое оптимальное. Тетя, с одной стороны, пыталась ему сказать, что ничего страшного не произошло. Но при этом показала ему, что тот человек, который рядом есть с тобой, его нужно беречь. И он действительно дорог. Мама, он меня больше не любит. Что опять случилось? Я с ним встретилась. И? И он сказал возвращаться домой. Так почему же тогда он тебя не любит? Потому что ему и без меня хорошо. Я просто как дополнение. Дочь, нам надо поговорить серьезно. Соня, извини, но ты дура. Прости, но да. У тебя там любящий муж сидит один дома, пока ты тут плачешься? Да ему вообще плевать на мои чувства. Да этот парень все время на тебя смоет влюбленными глазами. Вот он так же сидит один дома и думает, что ты его не любишь. Раньше он любил меня сильнее. А почему ты так думаешь? Ну, он мне цветы дарил. У нас всякие милые дурашества были. А после свадьбы, как отрезала. Раз я жена, так что, за мной и ухаживать не надо? А сама ты что-то для него делаешь? Ну, я же девушка. Это он должен. Ничего он не должен. Если хочешь изменений, начни с себя. Но ты же моя мама. Ты должна быть на моей стороне. Вот сейчас я как раз и на твоей стороне. Ты просто этого еще не понимала. Мама пытается быть объективной. Мама пытается объяснить, что для того, чтобы жить вместе и для того, чтобы получать что-то, нужно что-то всегда отдавать. Это всегда идет равнозначный обмен. И если есть перекос в другую сторону, как этого хотела Соня, чтобы для нее только было, то тогда идет перекос в браке и вместе быть практически невозможно. Привет. Привет. Звонил? Да. Ты когда вернешься домой? Даже не знаю. А что, соскучился? Еще как. И все будет как раньше? Разве раньше было плохо? Было нормально, но... Давай пиздно. Соня, я тебя очень сильно люблю. И за это время без тебя я понял, как ты мне нужна. Так что возвращайся, пожалуйста. Пока не могу. Почему? Потому что мне не нравится, как мы живем. Соня, ну почему ты опять начинаешь? Ну, хорошо, хочешь, я тебе буду букеты дарить хоть каждый день. А? Хочешь? Здорово. Я люблю тебя. Я тебя люблю. Я люблю тебя. Неделя семейных отношений тянулась для молодоженов очень долго. Они больше не ссорились. Просто тихо жили вместе. Соня и Петя были скорее соседи, у которых мало общего. Каждый понимал, что нужно закончить этот эксперимент. Но сделать первый шаг никто не решался. Соня, я так больше не могу. Ты чего? Разве ты не увидишь? У нас не получается. Ты прав. Ты прав. Я боюсь лишнее слово сказать, чтобы тебя не обидеть. Ты тоже уходишь вся никакая. Я не хочу опять скандалов. Ну да, ну вообще от любых эмоций отказались. Пришли из работы, поели, легли спать, ушли на работу. Как будто старый добрый сосед не ожидал. Ну прости. Ты не одна виновата. Оба накосячили. Ты думаешь, это конец? Возможно. Мы попытались помириться. Из этого ничего не вышло. Неужели это... Неужели все закончилось? Ты же знаешь, что я люблю тебя. Знаю. Я тебя тоже. Если есть какие-то неразрешенные вопросы, они должны разрешиться. Но дело в том, что съехаться они съехались, но вопросы остались так и не разрешены. Этот конфликт так и не ушел. Он не был исчерпан. Поэтому оба чувствовали свою неудовлетворенность в этих отношениях. Ой, прости. Не думала, что ты дома. Я за вещами. Я на работе всем надоел своим кислым видом. Вот меня отправили домой. Понимаю. Ты что-то конкретно ищешь? Да, пижаму мою не могу найти. Имеешь в виду мою футболку, в которую ты спишь? Да. Держи. Она все равно тебе больше идет. Может, все-таки чаю попьем? Но только если с мятой. Я помню. Помню. Очень часто даже между людьми, которые любят друг друга, возникают ссоры. И возникают они очень часто по пустякам. В основном из-за того, что люди все еще остаются детьми. Инфантильными подростками, которые хотят жить в сказке или которые хотят только для себя что-то иметь. Забывая о том, что брак – это все-таки вклад в общее дело, в символ. Найти по-настоящему дорогого сердцу человека – истинное счастье. Если это действительно любовь, то нужно найти в себе силы и преодолеть все препятствия. Этот путь будет нелегким. Но конечный результат стоит всех приложенных усилий.